Рада приветствовать вас на своем канале. В сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такую вот замечательную красивую компашку, которую я связала на основе куколки Йо-Йо. Куклу Йо-Йо вы сможете найти ссылочку ниже в описании под этим видео. Мы с вами вязали, есть уже мастер-класс на моем канале. Но я вам сегодня хочу показать именно разновидность, которую вы можете устроить. То есть вы сможете связать основу куколки по видео, а далее уже оформить на свое усмотрение. Это возможно будет оформление какой-то крючком, возможно спицами. То есть если вы свяжете основу куколки и добавите, как вы видите, у меня различную шапочку, то можно будет, скажем так, сделать на определенную тематику. Это возможно, если ваш ребенок любит, допустим, собачек, кошечек, можно сделать шапочку в виде кошечки, либо собачки. Если же ваш ребенок любит мультипликационных героев, как, например, сейчас очень актуальный миньончик, то можно сделать куколке шапочку миньона и уже получается интересный герой. Сейчас очень актуальна зимняя тематика, соответственно, это преддверие Нового года. Это куколка Йо-Йо Санта-Клаус, я сделала шапочку Санта-Клауса. Либо же это просто какой-то зимний вариант шапочки с отворотом и помпончиком. Если же ваша, скажем так, дочечка любит принцессу, то, соответственно, можно это сделать в какую-то шляпку, какую-то патиновую юбочку, возможно, какие-то различные варианты с платьицами. То есть, к примеру, если вы свяжете у куколки, допустим, на уровне животика, то есть полтуловища, к примеру, за задние полупетельки один ряд, то, соответственно, за передние полупетельки вы сможете довязать какое-то платьице. Либо сделать основку однотонную телесного цвета, а затем сделать, связать отдельно платьице, которое ваша дочка может потом снимать, либо же одевать. Вот, такая интересная игрушечка подойдет как для подарка, так и своему ребенку. Очень отличный кукс подходит тем, кто, скажем так, боится давать пластиковые, какие-то различные травмоопасные игрушки. Вот, она очень является безопасной, что очень классно, то, что она гипоаллергенная. Если вы свяжете с хлопка, как данные игрушечки я связала, и с хлопка Ализабелла, то, соответственно, получится гипоаллергенная игрушечка, на которую у ребенка не будет в дальнейшем никаких, скажем так, чувствительностей, никаких аллергий и диатезов и так далее. То есть, эта игрушка может стать первой игрушкой вашего ребенка, в принципе. Если вы хотите связать, допустим, какой-то наборчик для новорожденного, то данная игрушечка у вас подойдет в комплекте, как, скажем так, опять же таки, грызунок, первая игрушка. По желанию можно вот в эти вот конечности ножек, ручек вставлять слингобусы, то есть какие-то деревянные бусины, и уже опять же таки ребенок может погрызть эту игрушку. Если же, опять же таки, вы делаете для новорожденного, не забудьте вставить безопасные глазки. Здесь я делала не на новорожденного игрушечки, соответственно, пришивала обычные бусинки. Ребенок может откусить бусинку, поэтому делайте безопасные глазки, это на безопасном креплении полубусины. Вот тут же опять-таки нужно учитывать возраст ребенка, вот, и в принципе оформить на свой вкус. Я вам показала несколько разновидностей куклы Йо-Йо, поэтому включайте видео, вяжите вместе со мной, кому понравилось, лайкайте, делитесь своими работами у меня в группе ВКонтакте, либо в Фейсбуке. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!